Всем благословенного дня! А слава Богу за то, что мы можем благословлять друг друга, и в этом тоже сила. Друзья, когда мы говорим слово «благословение», либо говорим «добра тебе», «доброго настроения», «покрова и защиты», «здоровья тебе», «устройство и наполнение твоих житниц», то мы тем самым даем Богу течь через нас, потому что это его природа, природа благословения, и он хочет благословлять, но нас сделал его устами сегодня на земле. И поэтому, когда мы щедры в подобного рода словах, то они приходят и изливаются на нас в том числе, не только на тех, на кого мы призываем, но когда наоборот, мы в этом очень осторожны, казалось бы, не там, где надо. То есть мы осторожны в добрых словах, чтобы не возгордился, чтобы ничего о себе не подумал, и так далее. У нас есть свои какие-то оправдательные моменты. Но я хочу сказать, что для нас с вами всегда есть возможность дать щедро от своего сердца добро в адрес других. И пусть это будет, потому что так много зла, так много негатива, так много того, что разрушает тех, кто рядом с нами. Если вы во власти, если вы родитель, если вы, может быть, начальник на работе, если вы кто-то, занимающий позицию в церкви, то нельзя забывать, что есть пастырь и начальник, есть царь над царями, есть Господь над господами, есть Отец всего живого и Творец. И поэтому мы с Ним будем иметь дело и отношения. Но тогда, когда в данном случае Бог инициировал через голод, и вы знаете, три года Давид не обращался к Богу, и кто-то говорит, ну я уже так долго жду какого-то решения в своей проблеме, вместо того, чтобы задать правильный вопрос Богу. Господь, есть ли причина в моем окружении, либо во мне лично, либо в моих предыдущих поколениях, в том, что я имею сегодня, есть ли причина, задавайте Богу ключевые вопросы и получайте правильный, точный ответ от Него. И поэтому Давид только на третий год сообразил, как спросить у Бога, и в результате получает ответ. И теперь, конечно, уже когда голод настолько дышит в лицо всему народу, надо его останавливать. Поэтому он согласился сейчас на действия гаванитян и вот эти семь человек. Но пощадил царь Мимфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господнем, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. Посмотрите, у Давида опять дилемма. Ведь получается, что у него есть рядом человек хромой, которого он обеспечивает все это время пропитанием, отдал ему все поля Саула. С одной стороны, он как бы некоторое бремя для Давида, тем более еще такая непонятная ситуация с его слугой получилась и так далее. То есть много чего. Но в данном случае Давид помнит завет. Потому что там, когда Иисус Навин сказал, завет разрушил здесь Саул. А теперь Давид, он не хочет разрушить завет с Иоаннафаном, отцом Мимфивосфея. И поэтому он помнит это и говорит, а вот этого человека я пощажу, даже если он рядом со мной, даже если мне никого искать не надо, мне легко было бы сейчас его взять, одного из них. Нет, я этого не сделаю ради завета. Посмотрите, как высоко ценится завет в то время. Как сегодня люди легко могут расставаться с заветных отношениях, когда идет речь, например, о браке. Когда ведь, ну и что? Ну заключили, ну и развелись. Вот такое отношение к заветам в современности. Тогда так не было. Потому что завет тем более кровный. А брачный он кровный завет. И поэтому так важно его не просто иметь, а сохранять, быть верными, поддерживать, и благословением быть друг для друга. И особенно в современном этапе, где мы находимся, когда семьи попадают под такие удары, под такие разрушения. Поэтому у нас с вами сегодня есть возможность защитить ради завета то, что нам поручено. Господь, я благодарю Тебя, что и мы в завете с Тобой. И ради заветных отношений с Тобой Ты хранишь нас до сих пор и ведешь нас по тому пути, по которому нам должно идти. И Ты присоединяешь к нам людей, которых мы раньше не знали. Ты делаешь нас родными по крови Христа. Ты соединяешь нас под Своей главой. И я благодарю Тебя, Господь, что этот завет нам гарантия безопасности в грядущее время. Но Ты дай нам быть верными в завете, потому что завет, он обоюдный. Поэтому благодарю Тебя, что Ты верен. Но Ты дай нам сохранять завет во всех вопросах нашей жизни, во всех грядущих событиях и днях. Дай нам помнить, что Ты верный Бог. И от нас ожидаешь верности. Благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты уже сделал и что Ты еще сделаешь, за все, что Ты дал и что Ты еще дашь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»